Штукатурка осыпалась, по потолкам трещины, а через щели в стенах хорошо видно, что происходит в соседнем кабинете. В таком плачевном состоянии единственная на 5000 жителей поликлиника в селе Нагуцком до сих пор принимает пациентов. Работаем, как говорится, в обычном режиме, как и остальные поликлиники, но в условиях этого здания, ну это, конечно, тяжело. А так вот обещают и надеемся, что скоро переедем в новое здание. До места, где будет новая поликлиника, отсюда рукой подать. Видно, как идут работы. А по нестихающему шуму перфораторов и отбойных молотков еще и слышно. И для пациентов, и для самих медиков. Это ободряющие звуки. Они с нетерпением ждут переезда. В прошлом это здание бывшей колхозной конторы. Но после ремонта здесь, обещают, будет новая поликлиника на втором этаже и стационар на третьем. Сейчас строители ведут самые сложные работы. Усиливают фундамент и укрепляют наружные стены. Трудятся практически без выходных, а как иначе уложиться в заявленные сроки. Фронт работ огромный. Ко всему прочему, надо еще полностью перепланировать помещение, заменить старую крышу, проложить все необходимые коммуникации, благоустроить территорию будущей поликлиники. А еще внутренние работы. На все чуть больше года. Где-то месяц, чем больше работаем, выполнен. Для такого вида работы, я считаю, довольно приличный объем выполнен. В этом месяце мы закончим усиление фундаментов, приступим к усилению стен и параллельно начнем работать уже по этажам. Поликлиника будет рассчитана на 80 посещений в смену, а стационар оборудован на 25 коек. В здание завезут современное оборудование, пристроят даже шахты лифта. В данной больнице будут предусмотрены все современные направления развития медицины. Это, прежде всего, доступная открытая регистратура с элементами бережливого производства. И вся необходимая медицинская помощь, которая нужна будет жителям, здесь все будет сформировано. На стройке сегодня с инспекцией губернатор. Его заверили, работы идут четко по графику. Но Владимира Владимирова в первую очередь волнует другой вопрос. Какие услуги будут получать селяне в новой поликлинике? Губернатор поручил расширить этот список. Будем сделать так, чтобы все, что можно сделать по месту, перевязать, гипс, не знаю, что-то сделать. Пускай здесь будет. А это уже село Ульяновка. Здесь на реконструкции местный детский сад. Зимой этого года учреждения закрыли. Причиной послужили недочеты при его строительстве еще в 80-е годы прошлого века. И вот летом начали большой ремонт. В планах обновить крышу, полы и внутренние помещения, отремонтировать фасад здания, заменить коммуникации, закупить новую мебель. Ход работ на контроле угловой региона.